После случаев массового отравления в детских лагерях Саратова, общественники отправились с проверкой в учреждение. Они осматривали пищеблоки, домики для детей, душевые. В лагерях «Звездочка», «Мечта», «Солнечные дубки» серьезных нарушений не обнаружили. А вот лагерь «Романтик» членов региональной общественной палаты просто потряс. Вторые провода электропроводки, духовой шкаф, слои жира, допотопные холодильники. В душевых на полу контролеры обнаружили мышиную отраву, а пол оказался не только грязным, но и опасным для жизни. А вот эта выгребная яма, которая находится в одном метре от умывальников, она полная и уже переливается через края. Выгребная яма, там где дети умываются, ровно в одном метре. Закрыть все детские лагеря с нарушениями не выход, так считает главный общественник области. Александр Ландо предлагает за грязь и антисанитарию строже спрашивать тех, кто готовит лагерь к приему. Кроме того, он говорит, что надо расширить круг ответственных, которые в случае ЧП должны понести наказание. Речь идет о Роспотребнадзоре, полиции, пожарных и других инстанциях, которые разрешают лагерям каждый год принимать детей на отдых. У нас отвечает один директор лагеря, его снимают, в солнышке уже сейчас сняли этого директора. Раньше его сняли, когда ворота упали, вот этот несчастный случай произошел. А те, кто подписал, они продолжают нормально, так сказать, трудиться. И я не слышал ни разу реакции, что там, может, выговором объявили.